Добрый вечер! Также вы смотрите еженедельную православную передачу «Свят миру». 23 июня в праздник Святой Троицы святейший патриарх Московский в Сеаруси Кирилл возвел архиепископа Липецкого и Задонского Никона в Сан-Митрополита. Подробности смотрите далее. В день престольного праздника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры святейший патриарх совершил божественную литургию в трапезном храме обители в честь преподобного Сергия Радонежского. На малом входе представитель Русской Православной Церкви в связи с назначением главой Липецкой Митрополии возвел архиепископа Липецкого и Задонского Никона в Сан-Митрополита. В связи с назначением главой Липецкой Митрополии преосвященный Никон архиепископ Липецкий и Задонский возводится в Сан-Митрополита Аксиос. По окончании божественной литургии представитель совершил великую вечернюю праздника Святой Троицы. Вместе с владыкой Никоном они прочитали коленопреклонные молитвы, а уже на следующий день в Задонском монастыре с самого раннего утра владыку поздравляли сотрудники епархиального управления, монашествующее и духовное чадо. В День Святого Духа высокопреосвященнейший Никон митрополит Липецкий и Задонский совершил божественную литургию во Владимирском соборе Рождество Богородицкого мужского монастыря. Собор, украшенный к празднику Святой Троицы березами, ветвями и травами, в этот день был наполнен паломниками и гостями святой обители. Они приехали сюда, чтобы разделить радость праздника вместе с владыкой. Презрец в небесе Божий вис, не поседи виноград с ее твердением, его же насади, где сенится Твоя. В сошествии Святого Духа на апостолов, находившихся вместе с Божьей Матерью в Сионской горнице в Иерусалиме, празднуются церковью в 50-й день после Пасхи. В этот день миру раскрылось действие всей Пресвятой Троицы, и люди научились поклоняться и прославлять три лица единого божества – Отца и Сына и Святого Духа. Следующий после Троицы на Дня день называется Духовым Днем и посвящен прославлению Святого Духа. Пришел Господь и всем людям говорит, кто жаждет, пусть идет ко мне и пьет. Так всему народу Он объявил, но не о воде, которую нужно пить, а о Духе Святом. И в этот день Дух Святой сошел на ученики, 12 учеников, Матерь Божия, а затем и при крещении, и во всех событиях, и Ветхого Завета, и Нового Завета, везде сходил Дух Святой. Если бы мы не помазаны, были бы Духом Святым, потому что каждый человек, когда крестился, его помазывает дар Духа Святого. И тогда человек этот становится церковным, Богом избранный человек. Еще в юности Владыка часто приезжал в Троицу Сергиеву Лавру, чтобы помолиться у раки с мощами преподобного Сергия Радонежского. Здесь с молитвой он просил у Господа благословения на монашеский путь. В праздник Святой Троицы он удостоился такой большой награды. Я очень благодарен всем вам, которые пришли поздравить меня. Благодарен, что вы молились, я думаю, не меньше, чем я там молился. И, конечно, очень хотел бы, чтобы с вами вот так быть до скончания века. Вместе нести то послушание и Божие благословения, и жить с Духом Святым, который есть утверждение наше и истинное. После богослужения Владыку Никона с возведением Сан-Метрополита поздравил глава администрации Задонского района Григорий Иванович Мусолов. Праздник. Что можно сказать? Я думаю, что все это заслужено. Дай Бог вам здоровья. Вы за нас молитесь. Я надеюсь на то, что в новом Санте вы еще будете, так сказать, и нас доставлять, и нам с индустрией. И сделайте все, чтобы спасти наших Владых. Спасибо. Затем в трапезные монастыря Владыка принимал поздравления от епископа Елецкого и Лебедянского Максима, а также священнослужителей епархии и многочисленных духовных чад. На базе Липецкого центра после дипломного образования прошел научно-практический видеосеминар на тему «Место подвига, почитания и прославления новомучеников в историческом самосознании русского народа». В нем приняли участие священнослужители и педагогические работники из Лепецкой области. В режиме онлайн были прочитаны лекции известных московских преподавателей, ученых Зинаиды Петровны Наземцевой и священника Александра Мазырина. С точки зрения большевиков религия сама по себе была явлением контролюционным. В своих выступлениях лекторы подробно говорили о механизмах борьбы большевиков с православной церковью и о духовном подвиге новомучеников и исповедников российских. Для священнослужителей важно опираться на фактологический материал в деле проповеди. Потому что, во-первых, это очень назидательно, во-вторых, это наша история, которую мы не должны забывать. Ну и, в-третьих, это та правда, которую нельзя излагать кривотолками или какими-то общими понятиями. Потому что это пример для назидания для нас. Тема новомучеников и исповедников российских, на мой взгляд, сейчас и раньше, и сейчас в стране очень важна. Вот этот пласт, огромный пласт, я бы его назвала духовным даже, он нас не поднят и как-то тормозится почему-то. Но здесь такой потенциал и для педагогов, и для каждого человека. Я уже не говорю христианина, я могу сказать о каждом русском человеке, потому что все мы, я думаю, нет такого сейчас современного человека, которого в семье не было бы этой троедии, которая каким-то образом не коснулась. И получается, мы все какими-то нитями связаны с этими новомучениками, исповедниками российскими. Учитель воскресной школы села Донское Ольга Архарова в подобном видеосеминаре принимал участие впервые. По ее словам, лекции московских преподавателей будут полезны каждому преподавателю ОПК. Мне очень понравилась сегодняшняя лекция. Отец Александр исключительно интересно рассказал о истории церкви, вот такие страшные и тяжелые годы для церкви. Тем более, что меня интересует эта история. И мы, в общем-то, в храме и с детьми занимаемся изучением тоже своего кусочка истории в нашей Богоявленской церкви, в селе Донском, который ныне так называется. В нашем храме служил новомученик Николай Садовский. И, в общем, мы все стараемся узнать как можно больше о том времени и о том, как происходили гонения в нашем селе. Семинар является одним из мероприятий, которое проводит комиссия по организации святых в рамках проекта «Собор Липецких святых». Он стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2012». Подразумевается в реализации этого проекта осуществить мероприятие. Это паломнические поездки, это несколько конференций, это видеосеминар, который сегодня проходит, издание книги с таким же названием «Собор Святых Липецких земли», куда будут включены жития всех святых, которые вошли в Собор Липецких святых. И итоговая конференция в сентябре месяце, которая подведет итоги нашей полугодовой работы. Видеосеминар – первое совместное мероприятие Липецкой митрополии и Центра последипломного образования после подписания договора о сотрудничестве. Все его участники получат сертификаты установленного образца. 29 июня церковь чтит память святителя Феофана Затворника Вышинского. 28 лет он провел в Затворе. При этом он ввел обширную переписку не только с духовными чадами, но и со всеми, кто просил его молитвенной помощи. Рубрика «Православный календарь» продолжит вас знакомить с церковными праздниками. В воскресенье 30 июня заговорили на Петров пост, который в этом году продлится всего 11 дней. Он установлен в честь святых апостолов Петра и Паула, при воспоминании того, что они, по сошествии на них Святого Духа, отправились по всем странам с благой вестью, пребывая всегда в посте и молитве. В понедельник 1 июля верующий славит образ Боголюбской иконы Божией Матери. Она была написана в 12 веке по просьбе благоверного князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Богородицы. В селе Замартыни Добровского района находится Боголюбская церковь, в которой до наших дней сохранился список этой древней иконы. Во вторник 2 июля церковь прославляет святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского. С детства он отличался глубокой религиозностью. Владыка много трудился в делах милосердия и духовного просвещения своей пасты. Для сирот и бездомных он создал приют в честь святителя Тихона Задонского. Обретение мощей преподобного Максима Грека мы вспоминаем 4-4 июля. Он усердно трудился на ниве духовного просвещения Руси. В последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сердевой лавре, в Успенском соборе которой сегодня покоятся его честные идущие. Лето – это горячая пора отпусков. Многие люди заранее планируют его, выбирая на свой вкус страны и курорты. Как провести свой отпуск? На этот вопрос мы ответили в рубрике «Благовестники». Каждый человек, каким бы трудом он ни занимался, нуждается в отдыхе. И лето – прекрасное время для него. Кто-то предпочитает отдыхать дома, кто-то на даче, некоторые отправляются на заграничные курорты. В слово «отдых» каждый человек вкладывает свое понимание. Что же такое отдых с точки зрения православного священника? Отдых заповедан самим Господом. Господь сказал, шесть дней трудись, день седьмой Господу Богу Твоему. После молитвы в воскресенье каждый православный христианин отдыхает. На протяжении года, когда мы трудимся, многие задумываются об отдыхе, об отпуске. И в это время человек планирует свой отдых. Православному христианину нужно правильно спланировать свой отдых для того, чтобы он был не только для тела, но и для души. В последнее время среди россиян стало модным проводить отпуск в заморских странах. Православная церковь не рекомендует своим верным чадам отдыхать в мусульманских странах. Чужая религия, культура и обычаи могут навредить нашему душевному состоянию. Православным христианам, выбирающим место, где отдохнуть, советовал бы избирать те страны, где можно не только позагореть на пляже, но и посещать монастыри, известные и места, для того, чтобы была польза душевная. Отправляясь, например, в Европу, в Францию, не нужно спешить сразу на Эфелеву башню или на Лисейские поля. Можно прийти в собор Парижской Богоматери, где находится терновый венец спасителя. Можно посетить город Амьен, где находится часть главы Иоанна Претечи. И в каждой из европейских и других православных стран есть множество великих христианских мировых святынь, о которых мы не знаем. Поэтому перед выбором путевки желательно у гида спросить, какие там православные святыни, и посетить их. Что это посещение будет памятью и пользой душевной на всю оставшуюся жизнь. Популярным местом отдыха многих лепчан по-прежнему остается центральный городской пляж. Здесь можно вдоволь позагорать на солнце и скупаться в прохладной реке. Скажите, нужно ли верующему человеку ходить на пляж? Я думаю, что нужно и можно, потому что ничто человеческое не чуждо, в том числе и человеку. А христианская вера, она и направлена на все человеческое, правильно? Ну, конечно, не надо надевать на пляж слишком открытые купальники, стринги. Это ни к чему, правильно? Ну, и я думаю, что материться, распивать спиртные напитки тоже. То есть вести себя подобающим образом, самое главное. Можно везде. И в храме, и в быту, и на пляже тоже. Когда люди загорают, они же получают солнечный свет, а он дается нам от Бога. То есть солнце, это же не люди сделали, например, это же не машины. Это Господь нам подарил море, землю, пляж. Так что я считаю, что нет тут никакого зазора. Купаться и загорать на солнце, конечно же, не грешно и даже полезно для здоровья. Но отдых для тела не должен вредить нашей душе. Девушкам следует внимательнее отнестись к выбору купальника, чтобы своим внешним видом не вести окружающих людей в соблазн. Во время отдыха церковь советует во время купания на пляжах не обнажаться сильно, потому что некоторым людям это может быть соблазном. Христианин должен быть целомудренным всегда и в одежде, и во время купания, чтобы своя одежда никого не смущала, никого не соблазняла. Мы читаем слова священного Писания, если соблазнять око твое, вырви его. То есть чтобы мы не подавали повода и на других не смотрели соблазном, чтобы было полное целомудро и гармония в душе. Хотя у некоторых отдыхающих на пляже мнение на этот счет иное. Пляж – это именно то место, когда люди приходят именно купаться, отдыхать. Я не считаю, что внешний вид, открытые купальники у девушек, даже в пост является грехом. Если бы она купалась напротив храма, вот это было бы плохо. А на пляже все в порядке. Отправляясь в дальний путь, первым делом нужно попросить Божьей помощи в дорогу. О путешествующих молится Божьей Матери в честь ее иконы Адигитрия, что означает путеводительница. Святителю Николая Чудотворцу, святому праведному Иосифу Обручнику. На каждом богослужении православная церковь всегда молится о странствующих и путешествующих. Также в любом храме и перед поездкой можно заказать молебен или сорока уста здравия. Вообще в начале каждого мероприятия христианин спрашивает благословения и помощь Божьей. Но тем более перед путешествием, когда существует опасность, определенная опасность в течение путешествий, христианин обязательно приходит в храм, заказывает молебен о путешествующих и спрашивая помощь Божию и то, чтобы Господь возвратил его целым и здравым домой. Не стоит также забывать, что на лето приходится Петровский и Успенский пост. Правда, для путешествующих церковь всегда делала послабление в посте. Но нам необходимо также помнить слова апостола Павла, сказавшего «все мне позволено, но не все полезно». Итогом отпуска бывает крепкое физическое здоровье и душевное равновесие, душевная благодать и душевное богатство. Если только отдохнуло наше тело, набрало сил, а душа осталась истощенной, не воспомнила благодати Божией, потому что люди не посещали святые места, то такой отдых бывает полезен только для бренного тела, который мы носим. Наверное, как и где провести летний отпуск, каждый православный верующий решит для себя сам. Каким бы он ни был, главное, чтобы он принес пользу не только телесному здоровью, но и душевному. Ведь, как известно, летних каникул у души не бывает. В рубрике «Тебе поем» смотрите музыкальный видеоклип «Лето золотое» на песню автора-исполнителя монахини Агафоны. В кадре Людмила Васильева, Юлия Башкирцева и воспитанники детской телестудии «Подсолнушки» города Первоуральска. Лето, 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 лето золотое, Я в походе где-то хром души настрою. И в купель живую трижды окунусь, На душистом сене Богу помолюсь. Лето, 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 лето дорогое, Летом я паломник с ангелом нас двое. Съем за послушание монастырских щит, Соберу цветочки от святых мощей. Соберу цветочки от святых мощей. Лето, 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 лето скоростное, Пролетает лето, ускоряясь в трое. Испытанья скорби я несу с трудом, Но надеждой светит летний Божий дом. Но надеждой светит летний Божий дом. Лето, 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 лето ведь святое, В жизни много света, лето нам строит. Только сохраните, чтоб другим отдать, Лето щедро дарит людям благодать. Лето щедро дарит людям благодать. Лето, 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 лето золотое, Я в походе где-то храм души настрою. И в купель живую трижды окунусь, На душистом сене Богу помолюсь. На душистом сене Богу помолюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На этом наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся и желаем вам семейного благополучия и радости духовной. До свидания.